Всем салютушки, рептонушки, с вами Алайн. И сегодня я начал вторую часть влога возле бунгал каких-то. В общем, мы арендовали одну из них, она стоит 100 долларов. Вот, и мы арендовали одну из них. Тут, естественно, тоже куча людей, поэтому крики, оры, всё такое. И что, я хочу сделать по ней обзор. Сегодня я вам покажу полностью территорию отеля. Вот, я в первой части показал, там, как мы летели, как мы заехали, номер. Сегодня я хочу показать территорию отеля, ресторан. Сегодня также будет выступать Лобода. Вот, у нас. И я тоже её поснимаю. Также я сделаю вставочку, как у нас вчера была карнавал-вечеринка. Вот, так что так. В общем, сейчас покажу бунгалу, а потом вернёмся к другим новостям. Итак, когда мы заходим в бунгалу, тут два лежака, идёт матрас. И вот заходишь в бунгалу, она вот такая. Это как шалашик или домик рядом с морем. Здесь лежат холодные напитки. Вот, холодные напитки, там пиво, естественно. Вот, здесь вещи различные. Здесь вот очень мягкий диван. Ну, не прямо, чтобы мягкие, чтобы проваливались, но достаточно мягкие. Нам принесли также фрукты. Здесь есть и ананасы, и банан, и персики, и клубника, и арбузы. Вот, и киви, ну и многое-многое ещё. Также тут есть меню. Вот, тут есть меню. Тут много чего. Тут пиццы, закуски. Вот, орешки. Ну, салфетки, само собой. Ну, и колу. Мы открыли колу, чтобы попить. Потому что жарковато тут. В принципе, бунгало выглядит очень скромно. И очень практично в то же время. Так, здесь также, также главная её особенность, это то, что если нажать сюда, к вам придёт официант. И из меню всё, что угодно, можете заказать. И тут как бы всё бесплатно. Ну, то есть вы платите 100 долларов, арендуете её. На один день 100 долларов. И получается, тут всё бесплатно. Всё абсолютно. Нажимаете сюда, приходит ком-официант. И он приносит любую... Ну, вы заказываете, он приносит любую еду. Вот так. Если у вас есть 100 долларов, обязательно арендуйте её. Это очень круто. Также она работает с 9 до 18.00. С 9 утра до 18.00. Я покажу территорию отеля. Потом сделаю ставочку с карнавала. Потом засниму лободу. Ну, и, наверное, на этом влог закончится. Уже будет вечер. Так что вот так. Так, друзья, немножечко перерыва. В общем, я сейчас купила Доритас. Вот. И хотел бы вместе с вами его попробовать. Ну, как попробовать? Да, попробовать и оценить его. Он уже открытый, потому что моя сестра его попробовала. Сейчас буду пробовать я. Вот он. Вот Доритас. Как вы знаете, его в России запретили. Не знаю, почему, но его запретили в России. Это факт. В общем, открыли вам эту наклеечку. Мне вам не понадобится. Я спрячу, чтобы не ему солить. Так. В общем, вот так вот он выглядит. Экстрим Доритас. Вот, Мексикана. В общем, давайте попробуем. Я возьму обычную чипсину. Ну, не чипсину. Доритас делается из риса. Видите, он такой треугольный. Он делается из риса Доритас. Вот, не из картошки, а из риса. И сейчас мы с вами его попробуем. Вот, честно. Вот, прям если честно. Да, ну, нет. Если честно, очень вкусно. Специй много. Делается как чипсы, только больше специй. Немножечко острит. Тут намного больше. Они очень вкусные. Идет сначала вкус специй. Потом идет послевкусие риса. И это как-то сочетается вкусно. Обязательно покупайте. Экстрим Мексикана. Это один из самых вкусных. Я думала, они острые будут. Тут же написано, типа, экстрим Мексикана. Но нет. Прикол в том, что Доритас стоит очень дорого. Ну, например, в Турции. Но, по сравнению с Принглс, они еще и дешевые. Потому что вот такая вот пачка стоит 3 доллара. А это? Это 192 рубля. За эти деньги можно купить Принглс. Правильно? Правильно. Но Принглс здесь стоит 6 долларов. 384 рубля. За эти деньги можно купить 2 Принглс. У нас еще деньги останутся. Вот. Но здесь такие цены 6 долларов за Принглс и 3 за Доритас. Принглс я, естественно, пробовала. Кто не пробовал, Принглс. Ну, а Доритас я не пробовал, и я решил взять. В общем, вкусно. Покупайте. Итак, друзья. Сейчас мы пришли к бассейну. В общем, я, как и обещала, показать территорию отеля. Так я сейчас покажу. Здесь вы уже видели, что здесь бассейны. В общем, да. Здесь бассейны идут. Тут лежаки. Тут очень много лежаков. Особенно по мостам. Тут бассейн. Бассейн тут метр пятьдесят идет. Вот. Так что, если вы выше метра пятьдесят, ну, как, собственно, и я, то вам повезло, вы можете здесь стоять. Вот. Здесь очень много мостов. Вот один из них. Открывается прекрасный вид на воду. Например, вот. Очень много лежаков. Где я печу еще? И здесь очень парохладный ветер. Очень. Вот сейчас нам повезло. Тут ветер. И нам не придется таять на жаре. Здесь идут бассейны. На данный момент я вам показываю бассейны. Они все соединены. Все по метру пятьдесят. Так что тут будет очень удобно купаться. То есть они соединены. И все очень хорошо. Играет до девяти ночи. Играет музыка. Вот так. Здесь вот эта вот горка самая быстрая. Это не очень. И вот эти вот двери, это, ну, не для экстремалов, но и не для людей, которые боятся. Здесь люди скатываются, вы можете видеть. Вот. Так что вот так вот. Тут играют пионербол, волейбол. Здесь получается 140 сантиметров. Здесь 140 сантиметров вода. Так что здесь выше. Здесь также есть аквапарк для маленьких детей. Ну, как полумаленьких детей, которым, допустим, от полутора-двух лет до, там, тут можно и в 12. Я тут с сестрой был, купался тоже. Вот вода как раз лилась. Это очень редкий момент, так что нам повезло. Тут много горок. Вот. Так. Есть такой забавный душ. Ну, он, в принципе, не нужен. Сейчас я... Ну, как не нужен? Там многие дети так не купаются. В общем, здесь как теннисная, так и баскетбольная площадка. Вот. Здесь очень мало кто бывает, потому что в основном все загорают на море, отдыхают. Здесь как теннисная, так и баскетбольная площадка. Вот. Тут можно играть в баскетбол. Ну, как играть? Тут эта сетка, правда, мешает. Здесь, кстати говоря, я когда здесь купался, здесь этого не было. Здесь анимации, которые будут. Вот. Вот лобода, которая будет сегодня выступать. Так же Турция отличается от России тем, что в Турции очень добрые люди. Вот прям очень добрые. Например, в России тебе бы плюнули в лицо и послали бы. А тут просто извиняются, например, допустим, если на ту же ногу наступили или толкнули. Начинают там... Ну, каждый как может. Один по-турецкой, другой по-английски, третий по-русски. В общем, территорию я вам показал. Большая часть это основная территория. Дальше идти нету смысла. Вот. И что ж, увидимся, наверное, на концерте Лабады. Ну что ж, друзья, сейчас 21.15, и мы идем на концерт Лабады. Да, кстати, я хотела бы вас спросить, как вы думаете, сколько стоят VIP-места на концерте Лабады? Вот. Есть маленький, средний и большая цена. Ну, естественно, перед самой сценой, чуть дальше от сцены и самая дальняя. Вот подсказочка, сколько стоит то, что мы арендовали. Там есть правильный ответ. Скорее всего, многие проголосовали... Вот, голосуйте, я подожду. Скорее всего, многие проголосовали там за 100 евро, но нет. В VIP-места можно занимать уже в 9 вечера. Вот. Цена самая минимальная. Это 1000 евро. Минимальная цена – это 1000 евро. Самые дешевые VIP-места. Самые дорогие – 2000 евро. Также сейчас я вам сделаю пару вставок. Это с карнавала вставка и с пеной вечеринки. В общем, смотрите, наслаждайтесь и увидимся на концерте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы идем на VIP-места. VIP, так сказать. Вот тут красоты. Идем. Сейчас будем смотреть. Красиво тут так все. Наше место готово. Лабада будет там. Здесь фрукты, напитки, там, шоколадки. В общем, VIP-места. Вот такое вот место стоит 1000 евро. Вот такое вот место. Обыкновенное. Самое. Это мой мир. И я его придумала. 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 Добрый вечер, мои хорошие. Я подумала сегодня на протяжении дня, отдыхая, что все-таки как кайфово, когда есть возможность приезжать на море, ни о чем не думать, вкусно есть и наслаждаться жизнью с людьми, с которыми хорошо, с которыми кайфово. Я очень надеюсь, что ваш отдых прекрасен, я очень надеюсь, что у вас в памяти останутся только самые классные моменты, и сегодня мы сделаем все возможное с нашей командой для того, чтобы вам запомнился этот вечер. С вами Лобода, офигенного вечера, мы начинаем, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, на этом все. Если же вам понравилось это видео, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Лобода было очень мало, так как она очень долго пела, и я не хотел растягивать влог. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА